невероятно интересный проект как давно вы его задумали и когда вы планируете его показать зрителям ой ну как давно ну сценарий был написан год назад даже чуть больше вот и зрителям показать это вероятно будет через год так же но обычная схема для всех фильмов а вот другой вопрос почему он возник и но у нас но в случае у меня мы с максима очень долго обсуждали вот в этот раз он претерпевал даже некоторые изменения в результате наших бесед у нас шло по телефону рождалась какая-то последняя редакция интересно так вот но как бы ни было это уже довольно длительный период размышлений на эту тему об этой истории которая казалось бы имеет такой элемент сказать такой мелодрама или даже бульвар на стену это все наоборот золото наоборот это вот подмена она на самом деле оборачиваться чем высокой трагедии на деньги у нас может создать и зритель сможет нам сопереживать в этом деле максим а вы второй раз уже снимаетесь константина да чем вам дорог этот режиссер почему вам интересно с ним работать ну как вам ответить на этот вопрос всегда работаешь или соглашаешься на работу в том случае когда ты чувствуешь ты будешь получать удовольствие от того что ты делаешь потому что вполне возможно эта работа для тебя самого откроет какие-то новые ступени наверх но я имею ввиду наверх смысле своего собственного развития ну и потом вы знаете думаю что ну может быть не везде но во многих вещах наши мироощущения совпадают и в том числе художественные вот собственно поэтому это бывает не так часто в жизни у меня вот поэтому в том числе можно ли сказать что вы соавтор этой роли если вы так много ее рассуждаете я думаю что можно может быть об этом сказать в результате потому что я же все-таки играю в том мире который придумал константин сергеевич я приобщаюсь к нему подключаюсь и в этом смысле ну любой наверное актер является соавтором безусловно не больше а так я скажу из концепции что особенно исполнители главных радиофильмов они безусловно с авторами должны внести свой мир и моя задача максимально поможем целостно ввести себя естественно предложение драматургию схему структуру и так далее поэтому насыщение собой это вот самая мечта я думаю любого режиссера когда актер насыщает собой если это большая личность актерская то это очень многое добавляет да максим именно такой у вас потрясающе получаются многогранные злодеи я фанат вашего каренина из фильма мишень современной версии каренина а этот олигарх которого вы будете играть в чем его психологический ключ для вас ой вы знаете я бы не торопился вот с определениями понимаете потому что и это тоже не часто бывает но вот в нашем случае я бы именно об этом и говорил вы знаете очень многое до фантазируется в результате репетиции которые мы сейчас проводим и съемок и того что придумывается на съемочной площадке и вот куда нас ведет этот материал и наши собственные мысли по этому поводу я я бы сейчас не торопился с определениями и вообще с какой-то конкретикой по этому поводу ну точно я могу сказать что то что у нас происходит в этой истории на мой взгляд остро актуально для того времени в котором мы живем и в тех предлагаемых обстоятельствах в которых мы более судьбы оказываемся с вами ну и мы в том числе вот в общем отражение этого бытия жития в какой-то степени мы пытаемся актуализировать актуализировать а вы будете снимать вы же даже отчитали по моему вы принимали участие в институте психиатрии в каких-то лекциях я видела да меня приглашали а то есть вы понимаете не просто да это все не просто нет а вы будете снимать в европе на море вас такое монохромное видение этой картины в европе съемки там вообще есть какое-то определенное место или это вне времени будет какая-то история но по сюжету пока там появляется героиня наша в германии в силу то что там клиника расположена которая возвращает зрение нашей героини тем самым возникает небольшой эпизод но он очень небольшой он как краска определенная чтобы мир присутствовал вокруг на самом деле эта история имеет прямое отношение к нам к нашей стране к нашей позиции и вот эти конфликты которые очень современные и почти остро обнажены а это наши конфликты это прежде всего радикализм который возник в обществе очень резкий очень доходящий до немыслимых крайностей это прежде всего между мускатрелигиозным сознанием и другим и второй конфликт между между поколением между поколением так называемых папиков как называют молодежь которые построили ту цивилизацию которую мы можем видеть сейчас странными во многом законами и привычками тем базисом этическим который там заложен он часто не очень хороший и о молодежи которые говорят спасибо папике нам такого не надо что мы тоже видим сейчас на улицах очень часто молодежь рассказывается на эту тему этот конфликт тоже очень много мне кажется очень важно что эти два конфликта они меня очень волнует у меня ощущение что тем более у нас для всего влетает и так радикализм в россии чисто исторически это может привести к очень резким бурям общественно но для вас в момент написания сценария в момент работы над ним о чем будет это кино о проблеме выбора или о проблеме нравственность понимаете если у вас двух словах сказать то есть представьте как насколько надо сузить объединить замысел и прочее вот это о нашей жизни но вот прежде всего как у любого художника нравственно этическое столкновение персонажей с которым высекается искра трагедии потому что через трагедию ну так уже искусство идет в современном времени не греции да мы способны испытам катарсиса переживая героев открыть для себя какое-то другое понимание более высокое более зрелое понимание проблем реальности которые у нас окружают поэтому мы тоже идем путем трагедии тем более тут для нее основания более чем при таких конфликтах вряд ли можно рассчитывать на благоволучных фильмах тем более что в самой структуре заложена мелодрама она там тоже которая держит эмоциональную линию фильма она очень высока вообще самая история эмоциональная но вот в канах показали версию кроткой лазницы вы сказали что ваш фильм он тоже навеян чем-то на вен так же как мы все заработать наш дорогой стране навеянный почтен федору михалычу в этом плане мы на вене вот но в общем наша история она очень сильно далека но в том плане что определенные конфликты оттуда но они все все универсальности присутствуют а наша а не в силу того что я скажем так имел за образец замечательного пульса сайте фильм крови воздействия что-то не видел а у меня еще вопрос максимум вы много играете олигархов а как вы наблюдаете либо за ними в жизни или вдохновляетесь ли вы какими-то конкретными если у вас вот работа в таком поле вы знаете ну вот я могу вам сказать что конечно для изображения кого-либо да особенно кого-либо специального с одной стороны нужен информационный поток для того чтобы быть точным но я вам могу сказать это не не всегда необходимое условие вообще работа над любой ролью какой-то автобиографической ролью какого-то исторического персонажа она не обязательно требует изучение хроник изучение какого-то материала досконально или там знакомство с кем-то дело все в том что ну в тот момент когда твоя установка направлена на изучение себя в этом материале то это начинает привлекать все нужные компоненты для того чтобы быть в этом точным с одной стороны а с другой стороны может быть и парадоксальными понимаете поэтому чего-то я знаю а что-то я домысливаю что-то я придумываю если режиссеру это кажется убедительным в нашем контексте то и слава богу вот понимаете просто вас невероятно убедительно получается когда смотришь веришь замечательно а я желаю чтобы все сложилось чтобы фильм дошел до какого-то очень хорошего фестиваля я очень желаю главную мужскую роль потому что да прям вот на европейском вашем уровне могу я попросить представить вас актрису огромное удовольствие также юная прекрасная героиня василиса винисова она выпускница вот она тебе расскажет питерская и она сейчас вот только-только лет я выпускница санкт-петербургской академии театральных искусств сейчас работаю в Александринском театре в стажерской труппе как вам с Максимом Сухановым работать комфортно? это вообще вопрос довольно странный мне кажется потому что вы боитесь ну вообще как бы по роли она немножко его боится поэтому мне кажется сейчас на этом этапе это даже идеальная ситуация но от Максима я очень много учусь и я смотрю как он импровизирует живет в этом образе и я не всегда понимаю где Максима где этот образ то есть это вообще фантастика что у меня выдался такой шанс и я очень благодарна на самом деле Максиму и Косте Сергеевичу что есть такая возможность учиться и я продолжаю так как это в принципе первый опыт в кино в большом кино, в коммерческом поэтому я не всегда могла что-то делать точно и профессионально но я смотрю и подстраиваюсь и мне кажется в чем-то у меня даже получается если вы играете тяжелейшим гречем? Вы знаете, иногда в некоторых ролях мне проще во что-то погружаться то есть мне слепую играть интереснее гораздо чем зрачу то есть и я в этом, когда я делаю слепую игра у меня сразу подключается тело и что-то меняется во мне у меня меняются мысли, меняется поведение и все поэтому я не могу сказать что это сложнее но я знаю что это точно интересно мы как бы эта тема вообще почему-то меня преследует мы еще и спектакль играли тоже про слепую я не играла, но эта тема вообще вокруг меня и вот как Максим говорит что он не совсем наблюдает то я просто реально в этой все время атмосфере я постоянно вижу слепых на улице ходила тоже в библиотеку для слепых и не знаю, меня это волнует на самом деле спасибо